Культ поход Культ поход Культ поход Вместо музея это завтрашняя программа, которую представляет наш университет. На самом деле мы немножечко рады тому, что нас ситуация вот в такие условия загнала, потому как мы всю жизнь жаловались, что наша молодежь сидит в гаджетах, у всех есть онлайн зависимость. И вот теперь, пожалуйста, у нас есть возможность поработать на эту молодежную аудиторию, которая, может быть, к нам бы не пришла очно ножками в наш арт-инженериум, зато сможет увидеть нас завтра в онлайн-режиме. И это наш такой эксперимент, нам немножечко и страшно, и интересно, как все пройдет. Завтра будет музей онлайн. Мы его назвали вместо музея, это двойной смысл, буквочка «В» дается в скобочках, то есть все-таки это место музея. Мы утверждаем, что это музей, но он будет такой необычный и хитрый. И завтра у нас 4 на YouTube-канале будет, 4 вещания, где будет 4 онлайн, скажем так, проекта. И помимо этого все участники, которые придут в место музея на нашу программу, смогут также и посмотреть то, что записано заранее, было подготовлено, и выйдет тоже завтра, но уже как бы в оффлайн-режиме. Так, то есть это YouTube-канал, не «Контакт». Почему? Нет. Входящей точкой является именно паблик в «Контакте». Паблик «Арт-инженериум Вятгу», да? Да, «Арт-инженериум Вятгу». Найти очень просто, то есть просто вбивайте «Арт-инженериум Вятгу». Ну, ссылочка тоже простая, это «Live Museum 2020». И там уже есть и программа, там уже есть интересные посты, и оттуда начнется рассылочка по залам, по экспозициям, по выставкам, по арт-объектам и различным инсталляциям. А программа это будет что-то... Сегодня мой микрофон, мне кажется, против меня, поэтому, если что, не удивляйтесь. А программа это будет какая-то классическая программа, просто адаптированная под онлайн, или вы специально что-то делаете? Ну, насчет классической так сложно поспорить. У нас всегда, даже когда мы проводили «Ночи музеев» в живом режиме, там было много нестандартного и много неклассического, я бы так назвал. Это те же самые эксперименты, только теперь они перенесены в цифровое пространство. Что-то будет в виде трансляции, то есть, ну, как человек, что он так бы пришел, посмотрел, что он-то посмотрит у себя там на мониторе или на гаджете. Ну, а другое будет, конечно, иммерсивные практики с вовлечением, где участники смогут в том числе подключиться и вместе с нами потворить. Мы даже одну рубрику так и назвали «Как пойдет». Потому что просчитать вдохновение и творческий полет мысли человека очень сложно. Но я думаю, что это будут интересные результаты. Где-то будет выложена программа, то есть, по времени, когда можно подключаться? Конечно, программа уже выложена, можно посмотреть, вот как раз в этом самом паблике арт-инженериума. И, кроме того, вот я там уже назвал залы, выставки, экспозиции. Но так как арт-инженериум во многом связан с моим институтом гуманитарных социальных наук ВИАТГУ, то как раз у нас залами выступают факультеты кафедры, направления подготовки, где они подготовили свои выставки, свои там есть тесты, посты, инсталляции, видеоролики, интересные сюжеты, которые не только показывают жизнь музея в жизни современного человека, но также немножечко рассказывают и о нашем институте. А, то есть фактически это ночь музеев, вечер музеев совмещенный с днем открытых людей. Ну, смотрите, надо же все равно как-то людям немножко рассказать и о себе, и поблагодарить тех, кто это всегда делает. Поэтому это, конечно же, ночь музеев. Но, безусловно, в этой ночи музеев будут показаны те направления подготовки, которые есть в нашем институте. Поэтому любой посетитель ночи музеев, смотря за творчеством людей, будет также еще и понимать, что в этих направлениях подготовки происходит, кого готовят, где трудоустраивают, какие есть успешные выпускники. Поэтому, конечно, отчасти это является и днем открытых дверей. Алексей, палеонтологический музей что подготовил? Ну, на самом деле для нас это было несколько неожиданным, то, что придется большую часть своей работы переводить именно в онлайн-режим. И одна из самых таких главных проблем была то, что технически мы были к этому не самым лучшим образом подготовлены. Поэтому приходилось бы в нерабочее время дома пытаться осваивать новые программы, смотреть, как работают веб-камеры, почему хрипит и пропадает звук на телефоне. То есть ряд технических вот именно таких моментов. Поэтому в этот раз ночь в музее мы, конечно же, проводим точно так же в онлайн-формате, но мы скорее, в отличие от наших коллег, не так разнообразили программу. И на самом деле решили сделать то, что мы на самом деле сможем сделать. То есть практически все у нас будет в прямом эфире. Это анонсы тех программ и тех мероприятий, которые мы разработали за эти два с половиной месяца. И которые вы надеетесь все-таки очно представить. — Естественно, да, само собой. Это и некоторые новые форматы взаимодействия, в том числе и через веб-камеру, там, в соцсети ВКонтакте и так далее. Когда у наших зрителей будет возможность, в том числе и в прямом эфире, нашим специалистам задать вопросы, касающиеся геологии, палеонтологии, ну и вообще наука о Земле. И в прямом эфире, в непринужденной обстановке, они, соответственно, ответят на них. — То есть это будет какая-то как экскурсия или что, во время которой можно будет задавать вопросы? — Это скорее будет, ну, что-то в духе вебинара. То есть сейчас мы уже можно в нашей группе музея задать вопрос, который тебя интересует. Ну, например, как используется радиоуглеродный метод там. И наши, да, специалисты уже в прямом эфире об этом как раз и расскажут. Ну и помимо такого вот уже диалога, мы постараемся провести пару мастер-классов, но уже именно для детей. То есть в прямом эфире ведущие, соответственно, скажут, что нужно сходить, взять либо в ящике стола, либо на кухне, и, соответственно, сделать какую-то интересную, приятную вещицу. — Во сколько всё это начинается у вас? — Мы планируем начать с 18 часов, ну и замахнулись на 3 часа. — С 6 до 9 вечера, а страничка, площадка? — Вятского палеонтологического музея. — В Контакте. — Да, совершенно верно. — Ну, ты смотрите, да, кстати, вопрос по времени. Обычно всё равно, ну, так или иначе, посещение ограничено, несмотря на то, что называется ночь в музеях. Казалось бы, онлайн, здесь-то вообще ограничений может не быть, и действительно можно всю ночь до утра. Или это слишком много пришлось чего готовить бы? — Конечно же, это и вопрос по подбору контента, то есть о чём-то же нужно говорить. И другой немаловажный момент — это всё-таки отсутствие должного опыта для проведения как раз таких вещей. Ведь, как говорится, надо, если что-то делать, надо делать хорошо, либо вообще не делать. Поэтому мы решили остановиться на том формате и на том количестве времени и тем, которые, мы считаем, сможем сделать хорошо. — Но три часа для музея вот так вот в режиме постоянной работы — это ведь немало, учитывая, что площадка-то только одна, ну, фактически, да? — Я согласен. — То есть с неё, конечно, можно уйти по разным ссылочкам, где-то одно транслируется, где-то другое, где-то третье. Но мне-то кажется, что всё-таки, ну, как бы, это хорошо. — Уйдём ли мы на рекламу? — Мы на перерыв сейчас не уходим. Мы сейчас будем набирать уже наших спикеров, потому что вот Алексей фактически был первым выступающим в рамках нашего проекта «Музей в карантине», так мы его назвали, да, тоже совместно с арт-инженерием Вятго мы этот проект разработали. Мы сейчас потихонечку начнём подключать представителей музеев, ещё представитель Вятского госуниверситета будет с нами на связи. Мы к нашим гостям в студию будем периодически возвращаться, обращаться, да. И так, есть звонок. Отлично. Наталья Поспелова с нами, заместитель руководителя Центра развития Вятского госуниверситета и член общественного совета по культуре при Министерстве культуры Кировской области. Наталья Ивановна, добрый день. Добрый день, коллеги. Спасибо вам за возможность поговорить о предстоящей Ночи музеев международной акции, которую Вятский госуниверситет проводит уже четвёртый год. Да, Наталья Ивановна, если можно, немножечко погромче, пожалуйста. И вот смотрите, у нас Алексей Костин уже начал говорить немножечко про то мероприятие, которое предваряет завтрашнее событие. Это интеллектуальная игра, которая состоится сегодня вечером и в разработке которой как раз наши кировские музеи принимали участие. Можете ли сказать, что это будет, где это будет и как это будет? Ну, сегодня это действительно такой предварительный день. И интеллектуальная игра онлайн разрабатывалась вместе с группой технологику. И, конечно, музеями, как вы правильно сказали, все подготовили разные вопросы. Она стартует в 20 часов и продлится до 22 часов. Я контент не смотрела, потому что есть авторы у этой игры. И я думаю, что она будет просто привлекать аудиторию, которая любит играть в интернет-игры, и вот эти игры, которые присутствуют в интернете, и настроить на наш завтрашний день. Поэтому спасибо большое всем, кто ответил, и Вятский областный художественный музей, и музей Сауковского, и другие наши партнеры. Да, Наталья Ивановна, еще вопрос, простите, пожалуйста. Все-таки мы должны возрастное ограничение назвать, вот и сегодняшнее его мероприятие тоже. У игры есть возрастное ограничение? Ну, 12+. 12+. Ну, все-таки, да, наверное, требует небольшой усидчивости. Маленьким совсем детям будет, может быть, не очень комфортно. А вот завтра 3+, Аня. А завтра? 3+, это немножко 6+, давайте сделаем. Но можно и помладше. Потому что там тоже будут предложения и для самых маленьких. И для самых маленьких. Ну, родители с детьми. Я хочу сказать о статистике. 16 мая, вот то, что завтра начнет, у нас 92 участника. Которые вот сейчас готовятся, которые завтра свои предложения, свои проекты фактически запускают. Ну, это очень сложно и технически, и творчески. Это очень мощный, креативный такой, я бы сказала, взрыв Авиатского госуниверситета в этом году. И еще мне хотелось бы сказать о возможности. Вот мы 3 года проводили очно в нашем арт-инженерии эти встречи. В этом году не получилось. Но зато получилась возможность сохранить этот контент в виртуальном пространстве. Вот. Это тоже же важно. Но и на ютубе, куда будут сделаны ссылки. Это очень-очень большой цель. То есть все это останется в истории. Те, кто не успеет посетить все площадки, могут потом зайти и все это посмотреть. Да, конечно. И это тоже новая возможность. Вот, например, картина «Сикстинская Мадонна. Почему мы живы?» Это музейно-литературный марафон к 70-летию Победы. Там принимает участие огромное количество людей. 34 человека, включая нашего ректора Ванитина Николаевича Кубыча. Там 17 студентов, 5 преподавателей. Школьники из 37-й школы. Там актеры Кировской областного драматического театра. Ну, это вот просто одно мероприятие. Даже нельзя назвать это мероприятием. Это марафон. Это видеокартина. Это марафон. Это марафон. Это проект. Как это обозначено, да. Да, да, да. Ну и, конечно, еще я бы просто отрекламировала наш хор. Сорговорок, посвященный ироническому осмыслению о изоляции и карантинной ситуации нашей культурной жизни. Да, вместо хора, который называется «Искусство требует жертв», это название, если можно так сказать, произведения, где будут участвовать где-то до 20 человек. Они записали в проговорке «У тебя дома» и «Звукорежиссер» это все в СВИО. И завтра мы это запускаем. Очень веселый и ироничный. Сор «Искусство требует жертв». Это во сколько вы запускаете? Так, это надо сейчас смотреть программу. Наверное, не скажу. Это итеранство. Не скажу. Надо будет смотреть программу. Ну, хорошо. Я думаю, что программа же выложена. То есть те, кто сейчас заинтересовался, может зайти и посмотреть по времени. Да, Наталья Ивановна, я прошу прощения. Спасибо вам большое за то, что вы всех нас подвигли рассказать кировщанам об этом большом-большом проекте. Да, у нас просто немножко время поджимает, и мы к следующему нашему спикеру двигаемся. Наталья Поспелова была с нами, заместитель руководителя Центра развития Вятского госуниверситета. Будем сейчас набирать Татьяну Мазуру, министра культуры Кировской области. Я хотела у Алексея еще спросить, та программа, о которой мы говорили, мы тоже забыли сказать, возрастное ограничение, по-моему, да? На самом деле в наших, в тех темах, которые мы будем обсуждать, абсолютно нет никаких возрастных ограничений. То есть ноль плюс. Да, совершенно верно. То есть все безобидно, а динозавры... Они не страшные динозавры-то, нет? Ребенок не испугается маленький. Мимишность. Ну вот, кстати, смотрите, мне кажется, было бы полезно потом где-то, может быть, на сайте Министерства культуры или где-то собрать все эти ссылки всех мероприятий, которые прошли в онлайн-режиме. Те, кто не успел посмотреть, а тем более побывать, смогли бы подключиться. Да, Татьяна Мазур с нами на связи, министр культуры Кировской области. Татьяна Сергеевна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Рада вас не слышать, но сразу приношу извинения. Эфир не слышу, потому что идет небольшое совещание тут. Да, мы постараемся вас не очень долго отвлекать. Поэтому готова ответить на вопросы, но, может быть, вдруг не попаду в контекст. Ничего страшного, да. Татьяна Сергеевна, скажите, пожалуйста, вот давайте мы у вас возьмем вот эту общую картину. Как наши музеи вообще пережили и переживают вот этот карантин, который длится уже второй месяц фактически, да? Есть ли какие-то проблемы, появились ли, выявились ли? А может быть, наоборот, появились какие-то там открытия, новые формы работы, новые форматы? Ну, наверное, и хорошо, что сейчас это независимое немножко будет мнение министра. Во-первых, я, конечно, никогда, находясь сейчас на должности министра, не могу быть равнодушной к проблемам музеев. Понятно, что пройдя через школу музеев, влюбляешься в музеи наши. И, конечно, в чем-то, я считаю, прежде всего проблема, что нас разлучили с нашими посетителями. И мы, вот я говорю мы, надеюсь, что меня поддержат и директора, очень волнуемся за то, как вернутся посетители в музеи. Не будет ли вот этой опаски, то, что здесь все-таки можно попасть на культурно-массовые мероприятия или группы привести. Это, конечно, большая, серьезная задача музеев вернуть посетителя в музей. А для этого, безусловно, нужны какие-то новые формы и прочее. Я считаю, что музеи получили некий совершенно необычный опыт. Такого подобия ситуации, которая сейчас сложилась, ее никогда не было. И когда начинается открытие виртуальных выставок, виртуальных экскурсий, ну, давайте честно скажем, такое мы не делали. Да, мы старались в информационном поле активно какие-то вещи информировать и проводить что-то, но такого уровня виртуальной работы музеев, конечно, не было. Это, безусловно, опыт, прекрасный опыт, потому что, я думаю, от каких-то наших форматов работы теперь уже точно мы не будем отказываться. Во-вторых, ну, в какой-то степени испытания для работников. Ведь нужно было, чтобы показать виртуальную экскурсию, это все равно готовится настоящая выставка. То есть по-прежнему работники эти выставки организовывали, делали, продумывали концепцию, да и развесить картины, например, фотографии. Это все равно время. То есть мы старались все равно работать. И в данном случае создать, каким образом выстроить экскурсию виртуальную, чтобы человек не захлопнул свой монитор, например, планшета там, или не выключил компьютер, переключился куда-то дальше, это огромная задача. И я считаю, что во многом это были очень талантливые работы. Поэтому опыт хороший, с одной стороны. И самое главное, мы очень надеемся, что столько сделано интересных проектов, и они готовы к реализации. Я думаю, что мы, безусловно, вернем к себе нашего любимого посетителя, нашего зрителя. И я думаю, наверное, одним из таких крупных моментов, которые напомнят о том, насколько мы хороши, это виртуальная ночь музеев. Ну, а такой плавный переход, я надеюсь, станет наш Воснецовский пленэр. Я очень искренне поздравляю коллектив художественного музея и его партнеров тем, что они выиграли миллион семьсот. Это серьезные деньги. И думаю, тот флешмоб, который запланирован, массовый флешмоб такого рисования, еще раз напомню, что музей есть. Я очень надеюсь, что проект, который пока не увидели зрители вживую, посвященный 75-летию, а это комплексный, такой большой проект, в нем приняли участие и краеведческие музеи, и архивы наши в отношении истории одного из наших самых известных, наверное, военных фотографов Анохина и история совместной работы с новгородским архивом. Я думаю, что мы покажем эту выставку. Я думаю, если все будет хорошо, то, возможно, в Дню памяти 22 июня у нас появится возможность показать ее вживую. То есть, очень много, максимально интересность. Я думаю, что наш музей Циолковского, возвращаясь к работе, тоже проекты федерального уровня по Кирову городу трудовой славы. То есть, мы надеемся, что нам дадут возможность показать те выставки, те материалы, которые мы подготовили о великой победе. Татьяна Сергеевна. Впереди очень много интересного, и я думаю, что, наверное, надо главное сказать, что мы подпримем все, конечно, усилия, безусловно, чтобы работники в материальном своем обеспечении не потеряли никаких, не понесли утрат, то есть, часто принимаются максимально в этом отношении усилия. Вот, поэтому, ну что, этой жизни все бывает. Да, мы пережили очень непростое, я считаю, переживаем, и верю, что в ближайшее время мы его переживем, этот непростой период. Урок серьезный, хороший, и еще раз хочу подчеркнуть, дорогие друзья, дорогие наши зрители, почитатели музеев, те, кто у нас связан с образованием в сфере культуры, дополнительные наши детские музыкальные школы, поэтому все это вернется на круги своя, и приобретет только новый размах и уровень, потому что, надеюсь, вы по нам соскучились, и мы очень текем. Татьяна Сергеевна, простите, перебью вас, минута буквально остается, у меня еще есть вопрос по поводу, вернемся все же к виртуальной реальности и музеям, после карантина будет ли, возможно, как-то пересматривать техническое оснащение музеев, подготовку сотрудников, в случае, если вдруг у нас будет вторая волна, или вообще, в принципе, этот опыт, наверное, можно было бы продолжать, я имею в виду, в плане там онлайн, каких-то трансляций, онлайн мероприятий, но... Есть ли планы какие-то на этот счет? Вы сами отвечаете на свой вопрос. Безусловно, если мы планируем сохранить вот эти форматы, то, конечно, мы отсмотрим сегодня возможности технические. Мы и раньше понимали, что интернет-ресурс надо осваивать более активно, и пытались сделать в эту сторону шаги, поэтому, я думаю, мы посмотрим сейчас по потребности и выйдем при подготовке бюджета на следующий период бюджетный с предложениями о том, какое оборудование нам необходимо было бы приобрести. Ну, а про вторую волну, волну коронавируса, давайте даже говорить не будем. Очень хочется вериться, чтобы ее победить. Правда. Хочешь мира, готовься к войне, Татьяна Сергеевна, как говорится. Я согласна. Очень нравится. Спасибо большое. Министру культуры. Мы в культуре оптимисты, других здесь просто нет. Все понятно. Татьяна Мазур была с нами на связи. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу и возвращаемся потом в студию. Культпоход Алексей Костин, Алексей Торопов в нашей студии. Мы говорим о проекте «Музей в карантине». Это так вот мы назвали сегодняшний наш эфир. Предстоящая ночь музеев. Сегодня уже разминка. Вятский госуниверситет на площадке «Арт-инженериум» «Арт-инженериум» проводит игру, игру такую очень интеллектуальную, вопросы, для которой писали сотрудники как раз кировских музеев. И постепенно мы связываемся с нашими представителями культурных организаций. И Светлана Шумайлова с нами на связи. Это директор музея Циилковского авиации и космонавтики. Светлана Витальевна, здравствуйте. Алло. А, нет, простите, наверное, Анна Шакина с нами на связи. Да, да, да. Анна Владимировна, простите, пожалуйста, директор Вятского областного художественного музея имени Васнецовых. Да. Добрый день. Добрый день. Да. У нас уже Татьяна Сергеевна Мазур немножечко поговорила, там, рассказала о том, какие экспозиции будут. Но у меня к вам вот такой вопрос. Всё-таки мы с вами как-то связывались, да, вот во время карантина. Вы говорили, что музей не закрывается, что сотрудники продолжают ходить на работу и готовить экспозиции. Скажите, вот сейчас, по прошествии, там, полутора месяцев вот этого вот странного нашего карантина, да, как обстановка? Ну, обстановка рабочая. Мы с 14-го числа на рабочих местах. Мы готовимся к тем выставкам, которые ждут нас во втором полугодии, готовимся на следующий год уже. Какие-то выставки переносим, какие-то планируем заново. То есть жизнь музея идёт. Ну и, конечно, в то время, когда мы закрыты, мы переформатировали свою деятельность, и, конечно, мы сейчас больше в соцсетях. Мы, наверное, впервые и сами, и среди музеев нашего региона сделали онлайн-открытие выставки, посвящённой «Великой Победе». Об этом помнит вся Россия. Такая выставка у нас интересная из фондов музея, из последних поступлений. Поэтому мы стараемся быть интересными для наших друзей, для наших зрителей. Мы делаем и какие-то виртуальные экскурсии, и даже готовим некие мастер-классы для детей. И стараемся быть интересными для различных категорий граждан. Для завтрашней ночи музеев что подготовили? У нас будет эксклюзивное открытие выставки. Мы ещё в прошлом году с музеем Смольного, с муниципальным музеем Санкт-Петербурга решили сделать совместную выставку, посвящённую блокадному Ленинграду. И вот, несмотря на эти сложные, тяжёлые, непонятные условия, нам удалось эту выставку привезти в город. Мы её сделали, и завтра у нас будет открытие этой выставки, приуроченное к ночи музеев. Да, Анна Владимировна, возрастное ограничение выставка имеет? Нет. То есть ноль плюс получается, да? Ноль плюс, да. А будет ли сопровождаться выставка какой-то экскурсии? Возможно, кто-то из сотрудников Мы завтра проведём как обычное открытие, и у нас будет виртуальная экскурсия по произведениям, представленным на выставке. Также мы приготовили викторину, тоже мы начнём её в начале музейной ночи, и в конце ночи подведём итоги. и в конце ночи мы приготовили фильм о Николае Николаевиче Хохрякове, то есть кинотеатре, откроем вечерний кинотеатр, и люди в привычных для себя условиях, скажем так, не выходя из дома, расположившись удобно, смогут посмотреть трансляцию этого фильма. Основная площадка Анна Владимировна это ВКонтакте? Да, это группа ВКонтакте. Группа музея имени Воснецовых ВКонтакте. Начинается всё во сколько? Мы начинаем в 15.00, и каждые полчаса у нас разные мероприятия. Разные мероприятия. И мастер-классы, и викторины, и фильмы, и мы рассказываем об отдельных произведениях, рассказываем о выставках, то есть всё очень активно. Да, спасибо большое. Анна Шакина, директор Вятского областного художественного музея имени Воснецовых была с нами на связи. Продолжаем набирать потихонечку следующих наших представителей сферы культуры. Уже просто какое-то невообразимое количество премьер произошло в сфере карантина, и театральных, и музейных, что только не открылось. Как-то справляются, поэтому я думаю на самом деле стоит Министерство культуры где-то выбить какие-то деньги, чтобы оснастить технически. И это, кстати говоря, то, о чем нам Алексей Костин говорил вначале, самое важное, наверное, это то, что это все удастся сохранить. То есть раньше для человека, который в ночь музеев хочет куда-то там попасть и что-то посмотреть и увидеть как можно больше, всегда была проблема выбора. Он не знал, куда метнуться. А сейчас... Вот я вообще как бы... Я говорю, надо во всем искать плюсы. Секрет счастья ведь прост. Видишь плюсы, ты счастливый человек. Вот. Смотрите, сейчас у нас есть возможность не только это сохранить, есть еще и возможность посмотреть это тем людям, которые, допустим, не находятся в Кирове, не имеют возможности приехать. То есть предыдущие очные мероприятия, их посещали только жители Кирова. Ну, или туристы. Туристы и Кировской области. Вот. Теперь вообще никаких ограничений. То есть, если у человека есть интерес, он знает про город Киров, знает про Ночь в музее, знает про наш университет, у него есть интерес, пожалуйста, он может зайти хоть с другой точки земного шара. Посмотри. Если завтра у нас будет, допустим, там литературный марафон, посвященный Сикстинской Мадонне, которая находится в галерее в Дрездене, вот. Ну, в принципе, наверное, жители города Дрезден ее могут посмотреть точно в любой момент, но они не знают там каких-нибудь деталей о роли Красной армии во главе с нашим земляком там тех войск, которые возглавлял Иван Степанович Конев, например, какую роль он сыграл в спасении Сикстинской Мадонны. Вот. Поэтому милости просим всех жителей вне зависимости от пола, рас и национальности. Это тоже важно, да. И место проживания. Больше охват. Больше охват, конечно. Светлана Шумайлова с нами на связи, директор музея имени Цилковского авиации и космонавтики. Светлана Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как вы пережили вот эти, переживаете эти карантинные дни непростые? Как музей справляется? Есть ли то новое, что вы для себя вот в эти непростые времена вынесли там, да, полезные? Добрый день еще раз всем коллеги и слушатели. Конечно, это был для нас очень неприятный момент, потому что апрель месяц это космический месяц. И 12 апреля всегда для музея Циолковского это одно из самых главных мероприятий. Было так много запланировано уникальных, удивительных событий, что очень жалко, что не все они состоялись точно. Без сомнения, часть из них мы перенесли на чуть более поздний период, но в основном, конечно, как и все наши коллеги, мы ушли в интернет, в онлайн. Слава Богу, к этому времени у нас готовы были все платформы, на которых мы уже давно рассказывали о наших музеях, это и ВКонтакте, Инстаграм, и наш сайт. И мы, конечно, просто наполнили их новым содержанием, добавили новые проекты, виртуальные экскурсии, мастер-классы, онлайн-викторины, но хотелось бы, конечно, чтобы об этом узнало как можно больше людей присоединились, потому что тот контент, который мы разработали, это уникально, интересно, познавательно и для детей, и для взрослых. Поэтому на сегодняшний день, конечно, безсомненно, есть плюс от того, что мы расширились, не только оффлайн, но и онлайн, но ждем с удовольствием наших посетителей. Было очень запланирован интересный проект, на мой взгляд, который наш родной, местный, Кировский, это проект Киров-город трудовой славы совместно с предприятиями нашего оборонного комплекса, те, кто в годы войны выпускали авиационную продукцию, Лепсия, ВИТЭК, и если мы выставку, которую можно посмотреть, все-таки спланировали чуть позже провести, то проекты, связанные с самолетами, проекты, связанные с теми людьми, кто трудился на заводах, мы, конечно, их в онлайн режиме все отработали. Ну, и, наверное, такая, поскольку мы все были на самоизоляции долгое время, мы, конечно, со своими семьями о своей работе говорили много, и кроме того, кроме музейных тех экспонатов, которые мы могли представить онлайн, с нашими детьми, и с нашими семьями, мы создали, на мой взгляд, уникальный ролик в этой семье Киров, город трудовой славы, который детскими словами, детскими эмоциями было передано вот то отношение и наши чувства к тому периоду в жизни нашей страны. Да, Светлана Витальевна, завтра ночь музеев, что у вас будет? Только вот мало у нас времени, две минутки остается, можете анонсировать? Да, конечно, мы, начиная с 14 до 21 часа, предлагаем как любимые передачи и программы для наших посетителей, которые традиционно всегда востребованы, так и очень новые. То есть, например, если в называемом порядке, это фотоохота в нашем на сайте ВКонтакте, это игра космические цепочки, это видео загадки инопланетной гости. Конечно, только мы имеем возможность в нашем музее проводить космические субботы с самыми главными космонавтами, и можно будет увидеть мастер-классы и ответы на вопросы от Сергея Константиновича Крикалева и Федора Юрчихина. Ну и для самых маленьких наших посетителей, онлайн-посетителей, мы тоже можем предложить очень интересные программы с нашим любимым Мишком Полярисом, который будет рассказывать о Луне. Да, возрастное ограничение у разных программ разные, я так понимаю, что как раз у вас на сайте, да, в группе надо смотреть. Мы рекомендуем 6+, но без сомнения к нам и в музей, и на сайт ходят родители с детьми, поскольку дети очень быстро развиваются и поменьше тоже можно. Меньше с родителями, да, а постарше можно и самим. Да, спасибо большое. Светлана Шумайлова была с вами на связи. Праздником всех. Да, да, всех с праздником. Директор музея Циылковского авиации и космонавтики. Если говорить о космонавтике, в конце апреля же Хаббл отпраздновал свой 30-летний юбилей и нас тут делала подборку его самых-самых легендарных фотографий, начиная там от столпов творения и заканчивая разными галактиками. Кто не видел, посмотрите, безумно красиво и интересно. Мы на этом первый час культ похода завершаем, но мы вернемся в начале следующего часа с нашими гостями и у нас будет еще одна тема и еще так одно направление в ночи музеев. Об этом чуть позже. Культ поход Культ поход